Привет всем! С вами ваша Сильва Петтопляй. Раз я купила такое кольцо, у меня почему-то организовались подходящие к нему серьги. Раз организовались такие серьги, подойдет один рассказ. О чем будет речь? Речь будет идти о двух новых ароматах. Вот этот вот The Only One и The Only One Two. И у меня есть еще третий аромат, который самый первый как раз таки. Ну, про него я делала вам видео, вы его скоро увидите. Единственное, что могу добавить, что это та самая, если перевести по-русски. Вот именно та самая такая Жизель Бунхен летит на парах славы, и все ее любят, и все ее голубят. И там кто-то ей подает руку, и кто-то причёсывает волосы. Она просто спрашивает в спешке, ну сколько там времени осталось? То есть она вот такая вот, та самая. Я сейчас буду описывать аромат, который называется The Only One. Первая версия. У меня здесь есть пробничек, и я еще не знаю, как он пахнет. Вот сейчас вместе с вами и нанесу. Какой пудрочкой повеяло. Очень такой приятный, сексуальный для свиданий в ресторане с каким-нибудь мужчиной. Вот здесь она сидит вот в такой вот блузке, вернее в платье. И я такая решила тоже изобразить из себя ее, и надела такого же плана блузку. А здесь она сидит на пару с каким-то молодым человеком, а сзади сидят, мило беседуя, судя по всему, родители, или его, или ее. Это уже как бы идет дело к свадьбе, и они решили все вместе пойти в ресторан, обсудить какие-то детали, или просто пообщаться. The New Feminine Fragrance. Очень женственный новый аромат. Скажу я, да. Это действительно очень женственный. Сейчас мы прочтем нотки. Ну, я сказала же, пудра. Пудровый, сладкий, карамельный, цветочный, ванильный и кофейный. Принадлежит к восточно-гурманской группе. Там идут такие же самые открытки, как у меня, и еще больше. Там миллион всяких эпизодов. Ну, не миллион, хотя бы штук пять. Пять миллион, да. Аромат принадлежит и создан в 2018 году. Верхние ноты. Бергамот, фиалка, апельсин. Средние ноты. Ирис, кофе, груша, роза, апельсиновый цвет. Вазовые ноты. Почули, ваниль и карамель. Ну, не дать нельзя. Очень современное сочетание. Просто прелесть. Вот какой-нибудь такой девчонке, которая уже наигралась и хочет серьезных отношений. И вот у нее наклевываются какие-то отношения. Она все еще как бы держит марку. То есть ей нужно, с одной стороны, выйти замуж, если человек достойный. С другой стороны, она очень игривая. Ну, прелесть. Мне понравился. Он подойдет вот таким вот, вот таким вот девушкам. Неважно, блондинка, брюнетка, но вы поняли, да. Которые хотят завоевать мир. Или хотя бы просто мужчину для начала. Мне, ну, просто вот именно эта гамма очень подходит. И вот эта вот пудра, это как будто бы вот такой вот кокон, который все это обрамил. Так, теперь попробуем вот этот. В чем здесь разница? Судя по всему, что бутылочка красная такая, прекрасная. Два, двоечка. И вот они уже перешли из уличного ресторана, внутрь ресторана, как бы. И там им играют на заказ музыку какой-то гитарист. Так, ладно. Значит, отдираем. И мажем. Ой, а этот совсем отличается. Абсолютно не похож. То есть это уже как бы типа более вечерний. Но вот этот какой сладкий. Просто прелесть. А этот уже с кислинкой. Казалось бы, этот должен быть такой потемнее, потягучий, да. А нет, это вот опять же трюк, наверное, маркетологов, чтобы покупали и это, и это в довесок. То есть они одно без другого жить не может. Нет, он расходится. Так, почитаем ноты. Восточно. Гурманский, фруктовый, сладкий, теплый, пряный, бальзамический, ароматический и розовый. Так вот эта кислинка откуда? От розы. Все понятно. Я и так знаю, что он создан в 2019-м, потому что он буквально недавно пришел на прилавок. Я раньше такого парфюма не видела, а сейчас они стоят в паре и друг друга дополняют. Но первый мне нравится намного больше. Что ни говори, почему-то вот эта вот девическая версия мне больше зацепил, чем какая-то вот такая уже женская версия, типа уже как бы вот ты еще девочка, а ты вот уже женщина. То есть мне вот это ближе. Так. Про парфюмера здесь не сказано. Уже очень много отзывов. Если про пудру, то это не сюда, что в принципе и понятно. Плотный аромат, слегка даже рецепторы забивает. Может на холодной коже будет построже, поскромнее. Оттого и поинтереснее. Может быть на другой сезон он как раз таки больше подойдет. Но сейчас уже начинается теплеть. И вот эта пудровая сладость, ну просто прелесть. Она так раскрылась, она не скукожилась, наверное, как на морозе. И она просто играет первую скрипку. Ну еще что остается. У нас остается самый родоначальник 2006 года. Я им и сегодня набрызгаюсь. Почему нет? Кстати, он хорош. Он очень хорош, он сексуален. О нем очень много говорят блогеры. И я подумала, я тоже буду говорить. Почему нет? Если все говорят, значит и я говорю. Я не хочу отставать от толпы. Хотя я и не хочу быть в толпе, я хочу все-таки быть сама по себе, но в то же время в мейнстриме, чтобы не отставать от моды, хоть и 2006 года. Он мне нравится. Он такой вот секси-гелл, то есть 2006 года. Уже много фланкеров, наверное, и эссенс появился. И вот этот с кружавчиками. И в золотом, и в серебряном, и в темно-коричневом. И каких только не было. У нас, кстати, в магазине ничего не было, кроме вот этого. Там были какие-то мелкие версии, но я их не видела. Может быть, это был просто недельный такой вот момент, и все. Например, вот красная бутылка, вот эта вот, Limited Edition, я ее ни разу не видела. Хотя бы я с удовольствием ее бы попробовала. Хотя бы для затеста. Вот. Ну, что я скажу? Что не ожидала. Я вообще ожидала от этого большего, но получила куда больше вот от этого. И всем, кому, допустим, кто хочет выйти замуж, вот вам сюда. Не, даже не просто выйти замуж. Все, кто хочет ходить в рестораны. Все, кто хочет, ну, быть в теме. Кто хочет быть привлекательной. Вот это вот ваш парфюм. Подзадумайтесь над этим ароматом. Вот, допустим, на вечер у вас будет такой один вечерний аромат. Современный и отвечающий настоящей моде. А я на этом заканчиваю свой репортаж. С вами была Силва Батовля, Серебряная бабочка. Всем всего самого хорошего. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok